Закопались то от души Ну что, Никита, откопался я, короче, можно, в принципе, если я недалеко уехал, можно отбиваться Выехал, выехал я нормально, все, смотри Вот так вот бывает, полейка покопал, сподрился, а парни пока работают, доделывают фурбитивно Молодцы Всем привет А сегодня мы посмотрим и проверим, настолько ли хороши эти ND фильтры Сейчас я слетаю вначале без ND фильтра, а потом с ND фильтром И сравним результаты Есть ли какая-то разница и есть ли в них вообще смысл Я один наблюдаю срок со ступенчатым рваным движением камеры А вот стоп-кадр с четкой картинкой в момент быстрого вращения Художественного смаза нет вообще По мне картинка не очень А как вам? Ну батарейка это не держит вообще В предыдущий полет мы слетали с автонастройками и без ND фильтра 30 кадров в секунду 4К Сейчас мы летим также 30 кадров в секунду 4К Но при этом ставим мануальные настройки И одеваем фильтр ND 16 Потому что на улице солнышко Солнышко есть, его много И посмотрим, какие будут результаты Тут на мой взгляд тоже не все идеально Но картинка уже выглядит плавнее И после рассмотрения стоп-кадра можно увидеть, что смаз движение у нас появился Субтитры сделал DimaTorzok 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 А сейчас у нас выдержка 1,120 и частота кадров 60 кадров в секунду По-моему темновато Да, фильтр конечно стоило поменять на ND8, но несмотря на то, что картинка эта действительно получилась темновато, надо заметить, что даже тут получился отличный смаз при быстром движении и как следствие самое плавное и приятно воспринимаемое для глаза картинка. Ну это мое субъективное восприятие, а вы как считаете? Экспозицию кстати можно подтянуть уже и на постобработке, и даже на GoPro 10 можно ситуацию с темнотой существенно исправить. Если же будет пересвет, то с этим уже бороться не получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА